Добрый день, здравствуйте! Сегодня я продолжаю свой рассказ о том, как мы ехали от Петербурга до Владивостока на машине. В прошлый раз я рассказала вам чуть-чуть о Забайкальском крае и о городе Чита, а сегодня я расскажу вам, как мы ехали через Амурскую область. И чуть-чуть поподробнее расскажу об одном историческом месте, которое называется Албазино, которое когда-то называлось Албазин. Что такое Амурская область? Ну, во-первых, она Амурская, потому что именно здесь находится река Амур, по которой проходит государственная граница, граница с Китаем. Территория эта малонаселённая. Здесь живёт примерно 800 тысяч человек, может быть, чуть-чуть больше. Главный город Благовещенск находится на границе с Китаем. И туристов здесь не так много. Вот сейчас мы едем по дороге, которую иногда местные называют Амурские волны. Почему Амурские волны? Ну, что такое волна? Вы знаете, наверное, что волны бывают на море. Волны вот такие, да? Здесь дорога, конечно, кажется совершенно нормальной, выглядит нормально, но она действительно напоминает волны. Ехать по ней нужно очень осторожно, то есть она такая волнистая. Нельзя ехать с очень большой скоростью. Если вы посмотрите, что предлагают туристические фирмы, да, какие достопримечательности посетить они предлагают в Амурской области, то вы можете найти несколько таких значительных достопримечательностей. Например, предлагают даже кладбище динозавров посетить. Тут действительно есть кладбище динозавров. Здесь археологи действительно нашли очень много останков динозавров. Здесь есть ещё некоторые очень интересные места. Проблема в том, что в этих краях добираться до каждого интересного места довольно проблематично, потому что вот здесь, например, есть одна большая дорога, да, а в стороны от неё обычно идут дороги грунтовые, без асфальта, и поэтому дорога может занять много времени и ехать не так легко. Но мы не планируем посетить кладбище динозавров, а мы хотим поехать в другое место. Место, которое я хотела посетить уже давным-давно. Когда-то это был город Албазин, а сейчас это маленькое-маленькое село, которое называется Албазино. И вот мы сначала планируем доехать до города Сковородина на этой дороге, а потом от этого города повернуть к русско-китайской границе. Вот город Сковородина, и это город, не деревня, хотя и живёт здесь только девять тысяч человек, да. Вы видите здесь площадь, здесь несколько магазинов, здесь есть гостиница, где мы переночевали, и дорога отсюда ведёт к селу Джалинда, которое находится на границе, и от которого уже дорога поворачивает к Албазину. Очень мало туристов посещает Албазино, хотя это место историческое. Почему там мало туристов? Не только потому, что дороги не очень хорошие, а ещё и потому, что, чтобы проехать к этому селу, нужно получить пропуск. Что такое пропуск? Пропуск – это такой документ, который разрешает вам проехать, войти, попасть в какое-то место, в которое нельзя попасть просто так, не может пройти каждый человек только потому, что он хочет туда попасть. Албазино находится в пограничной зоне. Погранзона или пограничная зона – это территория около границы. И проблема в том, что этот пропуск можно получить только за две недели. То есть, чтобы получить этот пропуск, нужно ждать две недели. И для нас это, конечно, абсолютно нереально, потому что всё наше путешествие рассчитано на четыре недели. Мы планировали совершить всё наше путешествие до Владивостока и обратно за четыре недели. И что же нам делать? Мы решили поехать в Албазино на свой страх и риск без пропуска. Что такое на свой страх и риск? Мы говорим, что мы делаем что-то на свой страх и риск, когда мы делаем что-то и понимаем, что последствия могут быть не очень приятными. Но всё-таки рискуем. И вот мы поехали без пропуска в Албазино. Вот вы видите, нас здесь остановили, знак «Стоп». Что было потом? Потом приехали пограничники. Сказали, чтобы мы ехали за ними на погранзаставу, на пограничную заставу. Мы там были часа три, наверное. Потом нам выписали штраф, нам выписали такую бумагу о том, что мы должны будем заплатить штраф. Выписали протокол. Это документ о том, что мы нарушили правила. И потом мы поехали дальше, поехали по направлению к селу Албазино. Вот вы видите, это указатель, табличка, что здесь начинается Албазино. Вот ещё один указатель. И мы въезжаем в саму Албазино. Русские здесь появились в середине 17 века первый раз. Именно в то время, когда русские осваивали Сибирь. В середине 17 века здесь жил такой народ, который называют Дауры. И был у них свой князь. Его звали Албазы. Когда в 1650 году сюда пришёл русский отряд, такая русская группа, который командовал, который руководил Хабаров, русский первопроходец. Его именем назван город Хабаровск. Так вот, когда они сюда пришли, русские здесь основали острог, который назвали Албазин. Ну, потому что даурского князя звали Албазы. Русские здесь перезимовали, то есть провели зиму. А потом городок сожгли, сожгли Албазин и пошли дальше. Через несколько лет сюда пришли казаки. Пришли казаки и здесь снова построили острог. Причём острог этот был нелегальный. В то время, чтобы где-то основать острог, нужно было получить разрешение царя. А этот острог построили без разрешения. Построили его казаки, которые бежали сюда от наказания. То есть их должны были наказать, потому что они убили своего начальника в другом месте. И они здесь основали острог. Но они собирали дань, собирали ясак с местного населения, то есть собирали с местного населения пушнину и отправляли царю, отправляли в Москву. В результате их простили и разрешили сделать этот острог официальным. Здесь организовали воеводство, такое поселение. Назначили сюда воеводу. Воевода – это в то время воинский начальник и обычно правитель какого-то городка, какого-то поселения. Так вот сюда назначили воеводу, дали этому месту, этому городку печать, знамя. То есть острог стал официальным. Но в то время русские отряды соперничали за эти территории с китайцами. И вот несколько раз китайцы приходили, осаждали город, была долгая осада, силы были неравными каждый раз, то есть китайцев было значительно больше, оружия у китайцев было больше, у русских было мало пушек. Первая осада была в 1685 году. Русским пришлось уйти, и русские должны были уйти довольно быстро, через несколько недель отсюда. Но потом русские вернулись. Второй раз китайцы пришли в 1686 году, и русским пришлось уйти через год. Русские, надо сказать, сражались, то есть воевали совершенно героически. И несмотря на то, что в результате они и второй раз отсюда ушли, кстати, они потеряли большую часть людей, то есть большая часть защитников, а строго защитников крепости Албазино погибла, но всё-таки благодаря им, благодаря им Россия оставила за собой территории до Нерчинска, значительные территории. В 1689 году в Нерчинске был подписан первый русско-китайский договор, и по этому договору, согласно этому договору, русские должны были уйти с этих земель, уйти из Албазина, но Нерчинск оставался за русскими, а здесь была буферная зона, можно сказать, то есть официально это была китайская территория, но они не могли здесь селиться. Эта территория русской стала только в середине XIX века, и в середине XIX века произошло, можно сказать, второе рождение Албазина. Именно тогда здесь поставили большой шестиметровый крест защитникам Албазина, вот тем самым людям, которые защищали Албазин в XVII веке. Вот сейчас вы видите здесь крест, это уже, конечно, не тот крест, который поставили в XIX веке, но тут тоже такая же надпись, какая была почти два века назад. Мы можем здесь прочитать русским казакам, русским казакам, трудами которых здесь Россия. В конце XIX века здесь проживало около тысячи человек. Сейчас, кстати, здесь живёт только 300 человек. Археологические раскопки начались в конце XX века, и в то же время здесь начали строить вот этот музей, краеведческий музей. Краеведческий музей – это музей об истории какой-то области, какого-то края, какого-то места. Здесь была женщина, энтузиастка, учительница местной школы, которая начала собирать всякие вещи, связанные с историей, и благодаря ей дети построили этот музей. Вот вы видите, это как раз место, где когда-то был острог. Сейчас здесь, кроме креста, ещё часовня и могила защитников крепости. В 2015 году здесь перезахоронили, то есть похоронили ещё раз останки людей, которые когда-то защищали эти места. Вы можете увидеть, как выглядел человек, который жил здесь в XVII веке. Это антропологи восстановили голову человека, который жил в остроге в то время, по черепу. Кроме этого, вы видите, музей выглядит как такой острог, но здесь уже постройки дома XIX века. Здесь баня. Вы можете посетить дом казака. Честно говоря, этот дом внутри выглядит очень похоже на то, что я видела в деревне у своей бабушки. Такая же изба и такая же печка, и такие же вещи. Музей живёт как бы сам по себе. В этом есть какой-то абсурд. Туристов нет. Но музей работает. Здесь очень интересные люди, которые всё расскажут с большим удовольствием, всё покажут. Мы здесь ходили одни. Когда я захотела написать что-то в книге благодарностей, мне сказали, что предыдущие туристы были здесь аж целых 10 дней назад. Чуть-чуть странно, конечно. А вообще приезжают китайцы, посмотреть? Ну, через Благовещенск приезжают редко. Уже не так часто. Приезжают потомки, когда в XVII веке, после изложения, часть людей попал их в ленте. Только они уже сейчас на русских и не попали. В прошлом году приезжали. Ну, несколько раз уже приезжали. По-русски говорят, нет? Нет, не говорят. Хотя не потомки приезжают, они все русские язык знают. А, не потомки приезжают, говорят, да? Да, те говорят, их там бывают журналисты приезжают. Китайские, да? Китайские, да. Сейчас в Албазино жить не так легко. Водопровода здесь нет. Здесь одна школа, один маленький магазинчик, в котором практически ничего нет. Такое впечатление, что цивилизация сюда не дошла. Конечно, чуть-чуть грустно. Мы выезжаем из Албазина, проезжаем опять через пограничное село Джолинда и едем обратно к Сковородину и потом продолжаем свой путь к Владивостоку. Посмотрите, какие здесь интересные указатели. Обратите внимание на расстояние, обратите внимание на то, сколько километров до населённых пунктов. Интересно, да? И мы продолжаем свой путь дальше по направлению к еврейской автономной области. Это, кстати, единственная автономная область в России. Но об этом в следующий раз. Но на сегодня это, пожалуй, всё. Я надеюсь, что вам было интересно. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.